Друзья, коллеги, мы продолжаем нашу школьную лекторию археологической экспедиции Иктыкуль-Кусимова. И первая лекция второго дня, которая вводит уже в тематику сугубо региональную, она называется «Археология Иктыкуля от древности до этнографической современности», где будет дан некий обзор имеющейся информации по археологии этого интереснейшего района. Частично я говорил об этом вчера, но вчера я все-таки больше внимания уделял вопросам создания самого школьного лектория, и археология там была всего лишь одним из небольших компонентов. Мы с вами видим район Трех озер с большим количеством археологических памятников. Это результаты работ, по большому счету, завершившихся в 2005 году, когда было выявлено порядка 70 новых археологических объектов. После этого тоже проводили здесь работы, но очень небольшие, и выявление объектов здесь было такое, ну, можно сказать, что спорадическое, эпизодическое. Буквально 2-3-4, наверное, новых памятника за это время было найдено. Но вот как можно увидеть из этой карты, практически все побережье озер Банная или Иктыкуль и Сабакты, они испещрены точками археологических памятников. При всем том, что мы плотно работали на этой территории в 2005 году, при этом, конечно же, эту разведку нельзя назвать сплошной, потому что это была всего лишь самая первая проходка по этой, ну, крайне интересной, но при этом настолько же крайне сложной территории. также мы, обратите внимание, такой момент, озеро Корабалыкты не включено в район проведения наших работ, потому что, ну, по большому счету, и дальше я буду это показывать, практически все побережье Корабалыктов занято культурным слоем. В основном, финалы эпохи камня, хотя там есть и значительно более ранние памятники. Также для нас было большим, ну, с одной стороны, ожидаемым явлением, с другой стороны, и удивлением то, что на очень маленьких озерах, вот, допустим, на самом юге озера Хюлюктыкуль, на котором тоже есть скопление археологических памятников, как и неолита, так и эпохи раннего железа. И плюс к всему выявился ряд. Также для нас явилось большим удивлением, что, как выяснилось, стоянки неолита и неолита присутствуют также на небольших ручейках далеко за пределами озерной полосы. Следующий, пожалуйста, слайд. Итак, тут нужно обратиться к предыстории и к началу работ на данной территории. Все началось еще в 50-е годы, когда здесь с разведкой проходил один из отрядов экспедиции Константина Владимировича Сальникова, а именно здесь проходила Фомина в 50-е годы, которая, ну, тогда был такой формат, то, что за 4 дня была пройдена очень большая территория от озер и на юг до Баймака, ну, это практически больше 100 километров. И у нее о районе озер написано такое, что проехали по восточному берегу озера Банное, и начальник этого отряда написал в отчете то, что проехали по побережью озера Банное, территория пустынная, здесь не может быть каких-либо археологических объектов. И дальше они ушли на юг, то есть сюда больше уже как бы и не возвращались. И по большому счету начало работ первооткрывателем памятников на территории озерной системы Банное, Сабакты-Карабалыкты, без преувеличения можно назвать Геральда Николаевича Матюшина, который к тому времени был молодым аспирантом Института археологии Академии наук СССР, уехавшим туда буквально за год до этого. Это бывший уфимский школьный учитель, который организовал в Уфе археологический кружок школьный и долго работавший со школьниками, и здесь продолжавший работать тоже со школьниками. Так вот, его разведки 1961-1962 годов показали, что... И вот на этой карте вы видите расположение памятников, выявленных Геральдом Николаевичем. Его разведки показали, что эта территория очень плотно насыщена памятниками в первую очередь эпохи камня. Немного мезолит, совсем мало палеолит, и в основном неолит и энеолит, которые он фактически здесь не разделял. Вот на карте показаны озера Кораблыкты, Сабакты, Банны или Иктыкуль, дальше Суртанды, и самое южное — это озеро Чебаркуль, Сываркуль. Всего в этой зоне им было зафиксировано 45 археологических объектов, и из них всего лишь 20 на территории трех озер — северных Кораблыкты, Сабакты, Банная. Фактически, 1961-1962 годов завершилась разведочная эпопея Геральда Николаевича. После этого он уже занимался здесь только и исключительно раскопками памятников. В том числе он начал работать на таком известном памятнике, как Стоянка Мысовая, или более известная, как Уртату-Б, или Кораблыкты-7, где в основании культурного слоя нео- и неолитического времени был найден представительный комплекс находок эпохи палеолита, который представлен здесь на слайде. Это тоже раскопки на Мысовой, неолитического жилища, 1968 год. Итак, под полом жилища было найдено погребение с очень интересным комплексом находок. Верхний культурный слой относится к эпохе раннего железа и раннего средневековья, к этому мы еще вернемся. А вот в основании как раз там находилась скальная трещина, в которой и были позже выявлены находки эпохи палеолита. Гералит Николаевич Матюшин работал на территории озер вплоть до 1976 года. В последние годы он очень много занимался исследованиями одного очень интересного объекта, поселения Березки или Банная-5, которое на этой карте у нас обозначено под номером 3, 4, 5. Там несколько объектов фактически на одной территории. В последние годы он не занимался разведками, он занимался только раскопками. И в последующем он на эту территорию уже не возвращается, решая другие научные проблемы и занимаясь публикацией накопленных материалов. Начиная с 2004 года на этих озерах разворачивает экспедиция Института Истории, Языка и Литературы Уфимского научного центра РАМ. Наша с вами экспедиция. И в рамках решения сугубо производственных вопросов, мы занимались здесь проектом зоны охраны курортного района Иктыкуль, было проведено обследование территории в основном в 2005 году. Ну и стало понятно, я вначале уже говорил о том, что памятников здесь за месяц работы с 19 на двух озерах возросло до почти 90. После этого также проводились спорадические работы здесь. Я уже говорил, что было найдено всего лишь несколько памятников вокруг, в том числе и очень интересное светилище Курузак, о котором я еще скажу. Но наши разведочные работы уже этого года, 2020-го, показали, что потенциал данной территории далеко не исчерпан. И по большому счету, даже вот сейчас, там где я стою, это очень интересная рассеянная стоянка-мастерская эпохи Палеолита. И вокруг еще не зафиксированных памятников и не найденных достаточно большое количество. И так, как мы с вами здесь видим, на этой карте фактически все более-менее удобные участки по побережью озер, они заняты культурным слоем. А вот это вот то самое северное озеро Корабалыкты, оно есть и на Большой карте, и на Выноске. Но вы сами видите, что практически все побережье — это культурный слой археологических памятников. Что находится с юго-восточной стороны, сказать пока невозможно. Пока не знаем, что находится на юго-восточном берегу озера Корабалыкты, но просто потому, что там все полностью застроено. Там современный населенный пункт, но мы прекрасно понимаем, что археологические объекты должны быть и там. Мы с вами видим фотографию всей озерной системы Банны Сабакты Корабалыкты с горы Коран-Ялык, которая возвышается на южном берегу Банного над санаторием Екты-Куль. Наш с вами лагерь, ну где вот мы с вами находимся, это верхний левый угол подножия горы Улек-Мурун, вот который в полукилометре здесь к северу. Вот это та точка, с которой сделана фотография. Вот показан угол обзора, попавший в этот снимок. Вот это сейчас идут стрелки, которые показывают расположение археологических объектов на видимых в пределах этого кадра, только на берегу озера Банная. Это на перешейке небольшой островок. Там проходит дорога, все там проезжали, стоят несколько домиков. Это стоянка эпохи Энеолита. Предыдущая это стоянка, там и Энеолит, и вероятнее всего, что там есть Палеолит. Вот эта стоянка Банная-23, на которой последний раз мы работали в 2018 году, это очень большое поселение эпохи Энеолита площадью порядка 9 гектаров. И, к счастью, с очень хорошо сохранившимся культурным слоем. Хотя большая его часть была застроена домом отдыха. Ну, поэтому и сохранился и культурный слой, потому что там были прогулочные зоны. Стоянка-мастерская Банная-8 к настоящему времени практически полностью разрушенная. Строительство всевозможных бунгало и так далее. Банная-9 поселение, там и Энеолит, и эпоха раннего Средневековья. Там найден железный наконечник стрелы эпохи раннего Средневековья, караекуповская культура, мы к нему еще вернемся. Каменный курган эпохи Средневековья. Здесь опять Энеолитическая стоянка в узком ущелье. И, по-моему, ну, будьте добры, еще следующее. Так, там уже наверху находятся курганы эпохи раннего железа, ну, скажем так, с киевского времени. Вот на этой горе, которая находится прямо к востоку от нас, гора с ретрансляторами. Ну, вот теперь мы с вами переходим уже непосредственно к самим памятникам, которые есть на территории что Банного, что Собаков. Ну, небольшая буквально так аннотация. Стоянка Банная-4 найдена еще Геральдом Николаевичем Матюшиным. После этого небольшие раскопки велись Татьяной Ивановной Щербаковой. Датируется эпохой Энеолита, как мы видим, по находкам. Суртандинская культура. Также шурфы закладывала наша экспедиция в 2005 году. Это у нас комплекс памятников Банная-5, где как раз известно и неолитическое поселение Березки. Это большой раскоп в центральной части. Наверху находится мезолитическая стоянка Банная-5, на берегу Банная-5а Березки. И там же курган, вероятнее всего, что эпохи раннего железа, каменный курган, который Геральд Николаевич Матюшин использовал, как у него в книгах показано, у него там написано «точка нивелировочного основания». Нивелирование у него стояло как раз на каменном кургане. Наши работы 2005 года показали, что на самом деле культурный слой распространен не только на береговой линии, но и вокруг всего вот этого большого мыса. То есть за мысом от берега тоже продолжается и неолитический культурный слой. И также, что очень интересно, в шурфе около часовни, вот она здесь показана, там же выявлен шурф номер 6, там же выявлен и культурный слой эпохи ранних кочевников, там кочевническая керамика. В самом основном раскопе на берегу присутствуют находки гамаюнской культуры, раннесарматской культуры, расчищен целый горн, видимо, да, там есть еще и иткульская керамика, но поскольку раскопки проводились в 60-е и 70-е годы Геральдом Николаевичем Матюшиным, и основное внимание он уделял нижележащим отложениям, то по верхним отложениям, ну скажем так, вопросов достаточно много, и этим нужно еще целенаправленно заниматься. А верх — это очень хороший, насыщенный культурный слой эпохи мезолита. В одном из шурфов 2004 года, все участники этой работы находятся здесь, сейчас в этом лектории, был выявлен мезолитический культурный слой мощностью 0,8 метра, очень насыщенный находками. Да, это вот находки с поселения Березки, здесь и фрагмент шлифованного тесла, и всевозможные ножи кремневые, также керамика как суртандинская, так и со шнуровым орнаментом, то есть лепчинской культуры, что традиционно и стандартно для поселений и неолитического времени в микрорайоне Банная Собакты. Вот это другое поселение, совсем рядом расположенное, это стоянка Банная 6А, в настоящее время занятая санаторием Юбилейным, юбилейный от Магнитогорским санаториям, где также выявлен очень интересный комплекс находок, памятник тоже исследовался Геральдом Николаевичем Матюшиным, но в 2005 году нам удалось в Большой западине, где написано Банная 6А, это территория так называемого бизнес-центра, который находится в пределах самого санатория Юбилейный, выявить очень насыщенный культурный слой и верхнее отложение, это эпоха раннего железа и раннего средневековья. К сожалению, наши возможности там были ограничены по шурфовке, потому что практически все застроено, и до основания шурф фактически не удалось довести. Думаю, что там тоже могут быть еще очень интересные находки. Это огромный, крайне интересный комплекс памятников на озере Сабакты или Чебачья. Когда работал здесь Геральд Николаевич Матюшин, он выделил отдельно стоянки Сабакты-3, Сабакты-4, Сабакты-5. В ходе наших работ 2005 года стало понятно, что они настолько плотно прилегают друг к другу и налегают друг на друга, что разделять эти памятники банально просто невозможно. И поэтому мы предложили тот формат, который сейчас у нас и звучит во всех научных публикациях. Это Сабакты-3-5, которые включают в себя огромное количество очень небольших пятачков культурного слоя фактически в каждой западине между скальниками. На скальнике идет только подъемный материал, в западинах там уже хороший, насыщенный культурный слой. Здесь есть отложения эпохи неолита и неолита. Также в шурфах присутствует кочевническая керамика эпохи раннего железа. На стоянке Сабакты-3, это самый западный мыс, выявлен очень мощный и насыщенный культурный слой Иткульско-Гомаюнский. Точнее говоря, Гомаюнский с отдельными Иткульскими элементами, судя по керамике. Это один из самых южных памятников этого населения на территории Зауралья. Дальше здесь есть ряд курганов от Сабакты-14, Сабакты-12 и немного не попадает в пределы этого плана. Еще несколько курганов, которые относятся к эпохе раннего железа. Каменные курганы типа такого, как мы сейчас с вами исследуем Кусимова-3. Здесь же находится вероятный этнографический небольшой, мы называем поселение Сабакты-5. Но что это такое сказать сложно, несколько остатков каменных фундаментов, очень хорошо покрытых дерном. Мы предполагаем, что это этнографическое, что-то типа этнографического хуторка. Но руки до его исследования еще по большому счету не дошли. Здесь есть много чего делать и без этого. Но когда-то мы до этого все равно дойдем. Очень интересен шурф номер 2. Это вот в левой части картинки, в верхней. Когда мы проводили шурфовку в 2005 году, там встречалась только глиняная обмазка и кости животных колоты. Так называемые кухонные остатки. И после того, как палеозоологи определили эти кости, они сказали, что это однозначно не эпоха камня. Это в Средневековье или Раннее Железо. И в этом году, когда мы уже там были, заезжали специально смотреть на предмет торфяников. На полевой дороге и выкидах из нор сурков нашли керамику эпохи Раннего Средневековья, то есть самой краекуповской культуры. А на полевой дороге был найден железный наконечник стрелы, который относится к позднему этапу краекуповской культуры, то есть порядка 9-10 век нашей эры. Также вполне возможно, что нас здесь ждут интересные открытия в будущем. Пока говорить, конечно, рано. Но, тем не менее, и с той, и с другой стороны можно предполагать наличие торфяников. И вполне возможно, что там тоже будет культурный слой. Во всяком случае, шурф номер 4, это в восточной части комплекса, уже в Качкарнике показывает, это шурф еще 2005 года, показывает, что культурный слой уходит далеко в Качкарник и в современное болото. Так что будем надеяться, что там нас ждут еще очень интересные открытия. Это вот материалы как раз со стоянки 3,5 в целом. Вот, пожалуйста, это фрагмент керамики раннесарматской культуры, тальковой, с рельефным орнаментом, который датируется, ну, скажем так, очень усредненно можно об этом говорить, что это середина 4 века до нашей эры. Это кочевники, те самые, которые оставили знаменитые филипповские курганы. В то же время есть очень небольшие стояночки. Это стоянка Сабакты-8 на каменистом мысу на западном берегу озера Сабакты. Чем она примечательна? Она примечательна тем, что на ней был найден фигурный кремень в виде лапы водоплавающей птицы. Сейчас он экспонируется в Музее археологии и этнографии Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Весь остальной комплекс находок, он ничем не примечателен. Ну и сами понимаете, что мы имеем... Все наши данные ограничиваются всего лишь небольшой шурфовкой по этому памятнику. Что здесь важно сказать, этот памятник находится уже на берегу полностью заболоченного озера. Здесь болото шириной порядка 400 метров. Что находится в этом болоте, пока еще сказать невозможно. Есть ли там торфяники, есть ли там отложения торфяниковые с культурным слоем? Ну, время покажет. Здесь мы с вами завершаем эпоху камня и переходим к эпохе бронзы. Ну, буквально такой краткий экскурс всего лишь. Во-первых, мы с вами находимся, скажем так, на западной границе так называемой страны городов. Это укрепленные поселения типа Аркаима, ближайшие в районе Магнитогорска и немного южнее. То есть расстояние отсюда порядка, наверное, 50 километров. При этом мы уже давно установили, что реально граница вот этого образования интереснейшего доходила до Уральских гор. Потому что на территории Башкирии нашей экспедиции в 2003 и в 1996 году было выявлено тоже два подобных памятника. Это поселение Улак и поселение Селек в Баймакском районе республики. Там была проведена шурфовка и данные по Улаку опубликованы. Недавно проводились там и широкие исследования. Мы там провели и геофизическую разведку, а на Селеке пока проведена только шурфовка. И в данный момент статья готовится к печати. Совсем недалеко отсюда, на берегу озера Чебаркуль, находится крайне интересный могильник Селивановский второй, где выявлено ряд интереснейших таких парных погребений. Но на самом деле количество подобных памятников у Хиброн здесь достаточно большое. В предгорьях, в предгорной полосе их до сих пор не было известно. Но они есть буквально, от того места, где мы находимся, буквально на расстоянии 5-10 километров к востоку начинается уже большое количество курганов эпохи Бронзы. Хотя разведка уже этого года показала, что поселенческие памятники эпохи Бронзы с Алакульской керамикой присутствуют и в предгорьях, и также и в горных долинах хребта Крыкты. Уже найдено несколько подобных объектов. Здесь мы с вами переходим к эпохе раннего железа. Что тут нужно сказать? Эта территория, где мы с вами находимся, горно-степная зона, или восточные предгория горного массива Ириндык-Крыкты, это территория проживания и расселения кочевников, наследников Тасмолинской культуры, которые сооружали каменные курганы, погребальные сооружения. Но при этом они очень тесно взаимодействовали с населением, собственно, степным населением, которое проживало здесь, опять же, буквально на расстоянии 5-10 километров. Это была единая общность. Вот здесь это одна из фотографий по Баймакскому району, буквально 100 километров южнее. Просто очень хорошо показано, что есть то, есть то, есть то. Это все указания на курганы этого времени. И здесь вокруг по горкам точно так же очень большое количество памятников подобного круга. Один из них мы с вами сейчас и исследуем. Вот эта нижняя карта показывает расположение подобных курганов в пределах одного небольшого обследованного участка хребта Ириндык. То есть их здесь много. Вот это раскопки одного из мавзолеев. Да, реально, это каменный курган. Мы видим, как он выглядел до раскопок. Мы видим его в процессе раскопок. И мы видим потом восьмиугольное основание и провалившийся купол. Почему мы и говорим о том, что это купольные мавзолеи. Во всяком случае, какая-то часть из них. Вот это погребение эпохи раннего железа, тех памятников, которые были исследованы практически на той же территории, где мы с вами находимся. Здесь мы с вами переходим к очень интересному памятнику, который находится совсем недалеко от нас с вами, буквально в трех километрах к западу, в горном ущелье хребта Крыкты. Это мы его назвали святилище Курузак-2. Чем оно интересно? На крайней правой фотографии у основания каменного останца или каменных палаток, можно сказать, большая щель, в которой расположена плита с изображением вот такой вот птицы. Когда мы там проводили шурфовку в 2013 году, выяснилось, что нижний слой — это инеолит, лепчинская культура, а верхний слой — это иткуль. Мы сделали макрофотографии прямо на месте, и они показали, что вырезано металлическим орудием, но при этом уже поверхность патинизирована, такая очень сильно истершаяся. То есть это, конечно же, сделано было не вчера и даже не позавчера. Керамика показывает, что найденная керамика относится к иткульской культуре. Ну вот, когда мы проводили там работы, небольшой ручеек, типа того, что протекает у нас здесь лагерь, превратился вот в такую вот замечательную полноводную реку, которая тащила огромные бревна, стволы деревьев и так далее. Ну, собственно, практически все участники той экспедиции находятся либо здесь, за столом в лектории, либо в лагере в нашем с вами. Вот это вот место расположения самого Петроглифа. Вот здесь вот в этой нише находится плита. Она видна очень хорошо на первой фотографии. Там же был заложен шурф. Такая птичка. Вот она вот внизу, нижняя, левая — это прорисовка. Сверху фотография. Здесь, для примера, мы привели известного кондора с пустыни Наска, который близок нашему. Можно было бы сказать, что это кто-то просто почудачился и сделал вот такую вот реплику. Но при этом мы, зная иткульское культовое литье, мы видим, что все приемы достаточно схожи, во-первых. Во-вторых, есть вот подобная эта вот сприертышья находка, опубликованная недавно, которая в целом показывает очень высокую близость к тому, что мы с вами зафиксировали здесь на Курузаке. Что еще принципиально важно? В горах здесь вот сейчас готовится публикация. Вот такая вот интересная находка. Это два перевернутых сосуда в скальной нише. Это 10 километров к югу. И это тоже та же самая иткульская культура. То есть иткульское население здесь было. Они тесно контактировали с кочевниками, которые здесь проживали. Это показывает и культурные слои на поселениях, и на озере Сабакты, и на озере Банны. То есть ничего удивительного здесь на самом деле нет. Вот это сравнение просто с разными видами, и в том числе с таким красочным изображением на одной из уральских писанец. Вот этого самого петроглифа на святилище Курузак 2. Ну и, собственно, это сравнение, скажем так, с каменными палатками Среднего Урала, которые фактически то же самое и у нас здесь на Курузаке. То есть иткульские святилища располагались в принципиально таких же условиях, что здесь у нас в горном ущелье. Здесь мы переходим к эпохе Средневековья. Это то, о чем я как раз говорил, караекуповская культура. И совсем недалеко от этого расположены курганы эпохи раннего Средневековья. Первый сосуд, что интересно, это самый верхний культурный слой на стоянке Масовая, где внизу находились находки эпохи Палеолита. А сверху вот такой вот разбитый глиняный сосуд. Материалы того же времени средневековые из муракаевских курганов, находящихся от нас с вами здесь на расстоянии, дай бог, 15 километров. Можно уже говорить о том, что это, собственно, уже формирующееся башкирское население. А вот этот вот наконечник как раз был найден, когда я говорил про, показывал, когда появлялись стрелки на фотографии. Это вот как раз найдено на стоянке Банная 9. Ишкуловские курганы золотардынского времени находятся на расстоянии порядка, наверное, 40 километров к югу от нас с вами. И они интересны тем, что они показывают исламизацию местного населения. Часть курганов без какого-либо инвентаря по раннемусульманскому погребальному обряду, а в части погребений присутствуют хотя бы единичные, но тем не менее находки. И фактически, наверное, именно это население можно связывать с племенами Кыпсак, являющимися, вошедшими в состав башкирского населения. И здесь мы с вами уже, совсем завершая лекцию, переходим к этнографическим объектам. Вот это вот заброшенное этнографическое кладбище, находящееся от нас буквально в 700 метрах за гору Олег-Мурун, которое мы нашли и зафиксировали в 2005 году. Там присутствуют тамги, каменные оградки и много-много чего. Работы этого года уже показали то, что подобных памятников здесь тоже достаточно. Ну и самое последнее, это этнографические объекты, так называемые аулия. По сути дела, это, с одной стороны, можно сказать, что продолжение языческой обрядовой практики у современного мусульманского населения, или же вполне возможно, что это связано с влиянием суфиев на местное башкирское население в 18-19 веках, когда на древних объектах поверх возникали какие-то еще каменные сооружения. Об этом много написано, это очень известный факт, хотя, ну, скажем так, местное население об этом не особо распространяется. Хотя вот аулия, которую зафиксировали буквально на днях здесь рядом, мы там видим, то есть там есть приношения, и мы там видим только современные монеты. То есть местное население их знает и почитает до сих пор. Ну и на этом мы закончили. То есть вот такой вот краткий экскурс в целом по археологии Ектыкуля, в целом Ектыкуля, он вот таков. То есть мы видим здесь и глубокую древность, и то, что эта самая древность доживает до нашей с вами современности. Спасибо. 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 Спасибо.